Здравствуйте! 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 Вы уже здесь, да? Я здесь была. Вы просто не видели меня. Тетя, глаза не закрывали. Ну, не видели, почему это меня. Это очень интересно. Ну, с тех пор, как я вас встретил, в последний раз. Надеюсь, я не изменилась. Вы в лучшую сторону изменились. Стали еще интереснее, еще красивее, еще креативнее. Все креативнее креативно. Куда больше, думаю я сама про себя. Ну, а что делать? Какие креативные люди к нам приходят, нужно как-то, так скажем... Креативность эту, так сказать, обозначить. Поддерживать, как минимум поддерживать. По крайней мере. Давайте все-таки поздороваемся, наверное, с нашими зрителями наконец-то. Конечно. Здравствуйте, дорогие зрители. Добрый вечер. Добрый день пока что. Но он все равно будет переходить к вечеру, и я уже, так сказать, ну, отрежая время, да, предопределяя будущее, сразу поздороваюсь. Добрый вечер, дорогие зрители. Что ж, расскажите, вы уже не первый раз с нас участвовали в фото. Да, вы знаете... Сегодня я буду исполнять свою композицию, которая называется «Время-нет». Время-нет. Потому что, если литературно говорить, казалось бы, время и нет, да, можно сказать. Но здесь есть контексты именно содержания композиции. Я рассказываю о том, насколько быстротично наше время, и слова примерно такие, что все очень быстро движется, и мы пытаемся вот уловить этот темп, ритм жизни, может быть, забывая о главном, забывая о душе, забывая о любви порой, да, и мы стараемся это вот решать за день, мы ускоряем свой темп, темп свой, так сказать, с одной стороны, ускоряемся в давлении, и вдруг мы начинаем задумываться, как все быстротеть, может быть, нам остановиться, замедлить свой шаг, да, чтобы что-то успеть, обратить внимание на те вот очень важные вещи, которые вокруг нас происходят, на которые мы просто не обращали никакого внимания. И вот век мы замедлим свой, только времени нет, а время не замедлишь, оно просто продолжает идти вперед, вот такое название песни, время нет. Очень глубокая философия, я бы сказала, заложена в композиции, время нет, но расскажите, сегодня как вы считаете, эта песня, поможет ли вам быть или быть в тройке победителем? Я буду петь песню, передавая слушателю ее содержание, делиться мелодией, делиться смысловой основой, композицией. Вот как я уже не раз об этом говорил, для меня это основное, несмотря на то, что буквально вчера выпил морс клюквенный, дорогие друзья, холодный, я немножко, немножечко подсадился. Да нет, не может быть. Голос, да, немножечко, ну что интересно, всегда холодную воду, я закаляюсь, обливаюсь холодной водой, и ничего. А тут вот, когда именно нужно петь, и вдруг такое впадение, да, я вот, чувствую, простудился, в последний момент, но думаю, и что же делать, неужели из-за этого, как-то я буду менять свой план? Конечно нет, ни в коем случае. Я все равно модернизовал свои, пускай, силы, вот, прилетел в Москву, из Санкт-Петербурга, с тем, чтобы показать людям композицию, но не просто показать, а вот именно рассказать свои мысли о времени, о том, что я хотел бы, чтобы мы все находили время задумываться, над основным, над чем-то, искать в жизни вот настоящее что-то, что-то настоящее, и не пытаться вот как-то упустить этот момент, чтобы мы не забывали о банальных таких вот моментах, как таких вот, прозвучит, может быть, несколько реально, честность, доброта, любовь, взаимовыручка, чтобы люди, они ближе были, именно друг к другу, не только были заняты, вот, своими проблемами, в этом бесконечном калейдоскопе, сменяющихся события, да, но, в то же время, немножечко где-то останавливались, задумывались о том, что происходит, и, может быть, что-то можно сделать. Вот, я не знаю, случайно ли, или не случайно оказался рядом с нами журнал «Креатив Старство»? Ну, я думаю, что... Вы выиграли какие-то, какие-то подарки от этого журнала? Вы знаете, случайностей, наверное, не бывает. Вот тут он лежал, я взял журнал, чтобы смотреть, что это за журнал, и вижу в нем вот обо мне написано. то есть, то есть, желания и мечты, так скажем, возбываются вот так вот, не обманывает людей на конкурсе, шаг со звездой, делать все возможное, чтобы участники конкурса были, так скажем, на виду у своих зрителей и их похоже. Спасибо. Да. Дело в том, что была такая мысль опубликовать несколько слов обо мне, и ко мне с этим вопросом обратились, я сказал, почему нет. Потому что люди хотят заниматься на школе Бельканта. как говорится, вот тот самый мой телефон, который 8962 689 2862 он остался прежним. И действительно, люди, которые хотят научиться петь, хотят научиться владеть своим голосом, слухом, дыханием, всеми вот теми составляющими, которые уже дают нам правильный вокал, пожаловаться, звонить. Вы в этом смысле наверное несколько слов в журнале они отражают в моем стиле там тоже сказано несколько слов о Бельканта, обо мне, о том, что преподаватели. Чтобы, так скажем, люди и зрители так глядно дознали, как все это происходит, как происходит, я имею в этой технике, то я думаю, что нужно смотреть ваше выступление, собственно, а нам отправляться в зал, где вы, собственно, смогли продемонстрировать нам зацепиться. Я думаю, что да, несмотря на то, что я сейчас простужен, как говорится, я нахожусь в таком состоянии. Тем не менее, буду формировать правильный голос тарасков. Спасибо, Ивач. Спасибо вам. Вам спасибо. Спасибо. Ивач. 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ